Всем доброе утро, всем доброе утро, всем доброе утро, ребяточки, девочки и мальчики, всем доброе утро, вы на канале пиратская жизнь своих задней ног, да, у нас сегодня седьмое, у вас уже восьмое, так что всех девочек первым делом я хочу поздравить с прекрасным праздником 8 марта, пожелать вам всего самого хорошего от души, чтобы в вашей жизни всегда была только весна, а не зима, как у нас, смотрите, у нас прям снова зима пришла, да, у нас прогнозируют даже 19 градусов, и чтобы у вас всегда была улыбка на лице, и чтобы близкие, родные, друзья вас только радовали, да, девочки, с 8 марта всех, да, с нашим женским днём, у нас сегодня вот снега, у нас прям реально, знаете, прям снега нападала, прям жуть, прогнозируют погоду на ближайшие три дня до минус 19, вот так вот, в общем, у нас снова зима вернулась в наши пенаты, такие дела, Так, 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 бедняка, так, ой, чуть сегодня проснулась, вообще прям какая-то вся разбитая, убитая, вроде как это выспалось, а вроде как и не выспалось, нифига, ой, мне такой сладкий сон снился сегодня, девочки, прям такой вообще, какой-то красивый такой мужчина приснился, вот, что он ко мне сватался при живом уровне, Не знаю, вот такой вот сон приснился, ну такой красивый, красивый это мужик, я же прям это, прям сейчас пыталась заснуть опять, чтобы опять его увидеть, вот так вот, да, а потом проснулся рядом Вован, да, Ай, господи, такие дела, такие дела, это я вообще, это, инстаграма перелистала, да, а там такие мужики красивые, такие мужики красивые, там вообще, да, вот, вы знаете, весь ратуированный, весь такой накалченный, весь такой сбородкой, что он, да, а это даже не ревно, И причем, знаете, вот мне что, приснилось, то, что, вот он ко мне пристает, вот этот мужчина, да, ну там как-то мы ехали, там, типа, да-да-да-да, он мне оказывал знаки внимания, и вот Вован заходит, ему все пофигу, ему все пофигу, ему все пофигу, вот так у меня мужик, да, почему-то он меня вообще не ревнует, у него полное ощущение, что я от него никогда никуда не денусь, Как-нибудь вот, надо его наказать, чтобы он у меня больше внимания уделял, так, я хотела сейчас, знаете, что сделать? Я хотела сейчас сделать мят творог, кстати, я хотела погреть картошку, у меня здесь осталось, и мясо, вот, я сейчас, наверное, напитку погрею, не буду никаких сарделек делать еще, можно доедать, вечером, может быть, что-нибудь вкусненькое закажу, хочу еще не такой, знаете, вкусняшечку, может быть, даже пиццу, Хочу пиццу, хоть как-то себя порадовать, да, не хочу сегодня говорить ни про какие новости, это, знаете, как это, заходишь, смотришь, читаешь, тебе от этого плохо, ты опять это читаешь, это, знаете, как это, в пьяном угаре от этих новостей, вот, и не хочется их слушать, так, у меня вот творог вот такой, видите, творог, 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 очень вспомнит того мужчины, у меня какая-то, тут урок такая интересная была, одной руке, и какие-то, как, знаете, вкрапления такие, вот, вставлено, как это, металлические штучки, или что-то такое, вот, ну, как это, ну, смотрите, какой творог, городецкий, 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 творожок, в общем, во сне я была готова, извините, Валану, вот так вот, такие дела, это как вот мужики, знаете, часто любят говорить, и чё, представь, что я в кондитерской, что мне не посмотреть, что ли, ну, вот, мне тоже не посмотреть, что ли, вот так, мне в чудо приснилось, что он врач, не знаю, почему, он врач, врач, типа, он ко мне там приходил свататься, там, что-то туда-сюда, а мы проспали, вот, раскиньте, что он такой, а потом я что-то побежала, за ним извините, вот, что-то бежала-бежала, он был в капюшоне, что-то я бегала, искала его, и что-то он сел, по-моему, в метро, так, мне водичка подалась, секундочку, да, сметанка какая-то так себе, с водичкой, в общем, сел он в метро, я к нему подсела, стала извиняться, мы там с ним установили, оболтаться, там, куда-сюда, вот, не знаю, что, такой сон, прикольный, не, ну, конечно, куда же я делась этого, люблю я его, все равно, как ни крути, но иногда, знаете, такие сны, вот, будоражит мою, женскую душу, интересно, мужикам такие сны снятся, так, в общем, я думаю, сметанки будет достаточно, скажите, не достаточно, пока оставлю, вот, а вам, девочки, снятся такие сны? Может быть, так весна на меня влияет? Знаю, знаю, мне кажется, у меня так весна влияет, запахло весной, я бы сейчас, знаете, пытался опять заснуть, и что ты раз, раз, засыпаешь, засыпаешь, думаю, что, почему-то, знаете, вот сны не повторяются, вот, как ты вот проснулся, все, вот, у вас было такое, что сны, они, как это, как сериал, то есть, вот, там, смотришь их, только, как раз, заснул, потом раз, другой, сон, или тот же самый, продолжение, блин, оборвалось на то, что, вот, мы ехали в вагоне метро, вот, что там болтали, он ко мне там ля-ля-ля, там за руку взял всегда, и выходит в ван, я говорю, а это мой муж, и муж, как-то, знаете, ноль реакции, вообще, на всю эту ситуацию, я прям так удивилась, что в ванне я не ревнуют, ну, ко мне тут мужик пристает, а ко мне в ванне не ревнуют, вообще, жесть, вот, такой вот он, бездушный, так, да, в общем, такая вот у меня смесь получается, сластить я не буду, я сверху прям вареньте добавлю, вот так вот, там у нас есть еще, да, 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 Ва, вам, не ревнуешь меня, да? Ко мне тут мужики пристают, а ты не ревнуешь. Ну, я помню, Дима мне Толика предлагал, говорит, я в его вкусе, где там этот Толик, а, Дима, где там этот Толик, давай, пускай бороду растит, и татуировку делает, да, на руке, красиво, почему-то у меня такая татуировка, вот здесь вот такая вот, такая татуировка, там, ну, я не помню, что такое изображено, здесь какие-то блестки были, как это наклеено, я еще такая спросила, что это такое, и это такие специальные, там, какие-то штуки, блин, не знаю, как это, он такой сон присоединился, прикольно, кстати, а некоторые из снов не видят, вот я у Ивана тогда спрашиваю, говорю, как ты, какие тебе сны сняться, он говорит, у меня не какие-то сны сядь, вот, а он вообще быстро, вообще так засыпает, все, так, ну, хватит, не пасть, я думаю присыпать, нормально, получается, не там больше надо, оставлю, может я все-таки сварю бурж, может быть завтра, не знаю, завтра, кстати, 8 марта, я еще надеюсь, что мой, он мне, таки подарит, этот, цветов, я ему намекала, намекала, надеюсь, он таки разродится, посмотрим завтра, хочу тюльпаны, хочу розы, розы дорогие, в наше время, разоряться на розы нельзя, сейчас, как говорится, цветы, это блажь, новости открываешь, читаешь, там очередной, там магазин, луи витон ушел, там и прочее, 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 мне кажется, мужики, там сейчас такие, перед 8 марта, уи, радостные, наконец-то, свершилось чудо, вот там, он живет 8 марта, дарту, он ей какую-то оболочку, из Ашана, драгон, а где же луи витон, ты обещал, он говорит, дорогая, я очень тебе хотел подарить луи витону, но, понимаешь ли, санкции, все дела, он такой, ах, да, я понимаю, он такой радостный, мне кажется, знаете, из-за этих санкций, в Акурат, которые перед 8 марта, можете только порадовались, есть повод сказать, что, дорогая, я тебе так хотел подарить луи витона, за 120 тысяч сумочку, да, вот, но, к сожалению, санкции, он говорит, да, на целую сумочку луи витона, вот так и дела, ну, это так, в порядке на поржать, в порядке на поржать, ммм, ну что, прикольный творог, ммм, за сметанку вообще тема, ммм, ммм, он, кстати, вкусный даже без варенья, так, чай не скипает уже, девочки, вам снились подобные, снился, а? ну что, вернемся к нашим тараканам, к нашим санкциям, я тут вчера, короче, смотрела на разных блогеров, вот, рассказал, такая информация, что, прикиньте, ну, разумеется, сейчас уже практически подтверждено, почему YouTube закрыл рекламу в России, потому что было очень много, вот этого политической рекламы, там, туда-сюда, и прочее, у них же проверяет это все, обычный робот, они же там, нет ручной проверки, нет ручной модерации, ну, вот, ну, соответственно, проверяет робот, и в итоге, они просто решили отрубить всех, и что сейчас происходит, в итоге, эту рекламу пускают на СНГ, нормально, на русскоязычное общество СНГ, вот ржак это, то есть, в любом случае, эти люди продвигают свою рекламу, и все, и спрашивают, что вы добились, отключив российских блогеров, нихрена, понимаете, нихрена, получается, извините меня, YouTube обосрался, как ни крути, вот, знаете, как красиво, творожок с вареньцем, вот, и вопрос, зачем сейчас у нас люди страдают, почему, многие блогеры, я читала еще тоже исследования, говорит, Александр Петров, что блогеры просто не смогут перестроиться, потому что, ну, блин, представляете, это ладно, вот мы там средний сегмент, мы не особо оторвались, так сказать, от реальности, вот, входим еще в те самые пятерочки, в те самые магниты, а есть блогеры-миллионники, представляете, блогеры-миллионники, которые там, огромная аудитория, там, туда-сюда, вот, как им перестроиться, скажите мне, пожалуйста, как им перестроиться, вот, вы говорите, легко-легко, да, нифига, не легко, нифига, сейчас я эти, надоедать уже олодушки, кто именно написал, все оладьи должны быть только исключительно, горячими, там, туда-сюда, с пылу, жару, ну, а что, вот у вас остались оладьи, вы что их не погреете, тоже глупо, я не буду сейчас еще покидывать, будем доедать, так, мне еще надо достать, картошечку, картошечку, вот, еще положить, у меня здесь картошка осталась, и фарш немножко, сейчас я прям погрею, все, и поедем, ну, то, что нам тут осталось, вечером точно не наешься, ну, смысл, а сейчас зато горячим будет, так, еще сейчас мне гибридико надо будет положить, так, забыла, 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 то есть спрашивается, кому YouTube сделал легче, что отключил всю вот эту рекламу, вот кому, никому, вот, а очень много блогеров, у них начались, прям, это психологические проблемы, понимаете, ну, как, как вот перестроиться, как, никак, потому что, невозможно, невозможно, так, я, наверное, в одну пилогу положу на греты, чтобы не было бы, так, будет перебор, вот так, вот, миллионики точно не пристроить, да, я думаю, если они не дрожили, отложение есть туда-сюда, ой, прочитала, мне нравятся новые, типа, предложили, тем, кто эмигрировал, в период вот этих вот, санкций и прочее, а потом не пускать в Россию, хе-хе-хе-хе-хе, прикиньте, кто-то завалил, вот, а потом просто, вот так вот, у меня с головы не выходит от этого еще и на тоже живой человек нас я тоже не за не за это не монашка вот я как говорится люблю своему же никогда ему не изменю но блин в конце концов это могу оценить красивый мужчина точно так же как он может сделать там посмотреть на красивую женщине в принципе пойму а есть женщины которые все взгляд вправо влево все расстрел то есть одно дело когда ты не приходишь непосредственно контакту женщин до общаешься не уже там последние стали там изменяешь а ведь просто когда мужик просто посмотрел посмотрел оценил сами там идет летом идешь там где же какую красивую вещь оговорил волосы какая-то мне чистый эстетически доставляет удовольствие смотреть на красивую женщину я признаю что из девушки очень красивые и удачи насколько вот природа она некоторых девушек прям вот любит я считаю что это нормально вот такие дела но мне нравится на самом деле естественно женщины мужчин когда это действительно искусственное не наложено какая-то действительно там работа над телом да я за эстетику да я не считаю себя там между корсоткой я милая симпатичная ну конечно же я далеко от идеалов будем смотреть сказать правде в лицо никогда не говоришь при этом эталон женской красоты нет 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 если была у меня возможность так по щупку пальца изменить свою жизнь читать там другой я бы наверное предпочла бы так сделать потому что ты же никогда не знаешь что с тобой будет ты же не знаешь как это твоя реакция это помните я стал кстати советский фильм такой классный я не помню как это просто маша работал магазине вот и пришел к ней мужчина что так он не понравился так далее он не совершенно не обращал внимания то что она такая была знать серенькая обычная девочка и вот и она сгорала задание проснулась на утро красоткой на просто прям королеву красоты его вот и в итоге она хотела и все видели вот эту красотку предлагали рекламный контракт мужчины падали перед ней на на колени там туда-сюда и в итоге она отказалась почему-то от этой красоты что-то там у него свои какие-то в итоге она отказалась от своей красоты представляете так она не захотела быть красоткой потому что все и и смотрели чисто через призму так сказать красоты отмена не вообще мне одна девушка очень красиво девчонка и вот она говорила что на самом деле очень тяжело когда тебя воспринимают чисто как куклу чисто как вот объект для там за секса и прочее как бы тебе какое-то предвзятое отношение совершенно там не думаешь ты может быть умным человеком вот что ты чистого тупая там . красивая хотя есть девочки на самом деле которые очень красивая и при этом очень умненькие это конечно редкое сочетание к сожалению обычно природа она дает что-то одно и по красоту в моем случае больше ум но я знаете как марш тыс кого-то из из а не кто-то я и умная и красивая не могу порваться вот так что вот такие дела что я говорю я не осуждаю если вдруг кого-то там посмотрел и так далее ну соответственно кого мне осуждают меня что мне сняв такие сны меня весна играют груди душе не хочу девочки говорить про негатив честно уже надоело уже устала я сейчас полетал вам стиле вот это мне очень понравилось правда как говорят что знаете как я в угар от этих новостей это канал ты читаешь читаешь и читаешь и вроде как на какое-то время тебе становится легче от этих новостей а потом тебе становится тяжело что ты опять хочешь получить какую-то дозу вот этих новостей ты вроде думаешь что я должен быть в курсе там того что не очень хорошие это дело заканчиваете считать науки сразу хочу сказать там ничего хорошего что-то павлик от нас ушел и чего там хорошая новость на европейском рынке это газ поднялся до цены с кубом то сейчас скажем 3800 вот не в то что там подражала очень сильно и это для нас хорошая новость согласитесь и это прям щекарту мне просто понравился этот штучка про ваших вас хорошая вещь ну чё девочки расскажите комментариях у вас весна играет может быть кто-то знает как это смотреть сериальные новости сны чтобы вот то сны они прям как сериал шли чтобы так у трассе захотела и посмотрел еще один с теми же актер я очень хочу продолжение такой мужчины врач почему-то у меня это врач может я честно писала в этом уровне почему он был врачом почему-то как я поняла какую-то хирург мечты мечты и так вот на смотришься какие у нас и романтические я раньше когда она жила эти смотрела всякие разные романтические фильмы представляла себя тоже и думала что жизнь она такая прискачет прискачет принц на белом колене скажет будь моей любимой сожалению мне как многие женщины даже преклонном возрасте живут в этой сказке многие не выходят замуж потому что они отвергают город зачем менять подметом принципу а зря сожалению часто это всего лишь мечты этой сказки фантазии и живем мы в реальности нет я безусловно очень люблю что я не идеал что он не делал опять же знаете идеалы бывают только в инстаграмах вот то под фильтрами вот так вот так все отлично так мне сейчас начнут дать чикку смысл тогда было отключать блоге выскажите мне зачем отключать блоге зачем чтобы люди страдали когда в итоге все равно это реклама дурацкая она опять же идет вот скажите зачем на печенье убрать так как рукой у нас здесь тепло так что вот такие дела но я думаю знаете вообще на самом деле если такая жопа надо было просто сажать людей на модерацию опять же знаете так вот они там объясняют что мы же не можем понять что в вашем понимании нарушает ваши правила или не нарушает для нас например вот эта реклама не нарушает правила почему должны типа от нее отказываться а для вас например она нарушает но опять же смотря как посмотреть другом будет модератор который вот там может быть это это там накручены и прочее тут тут все разное знаю хочется надеяться что все это дело закончится а кстати да вот instagram куда все поперлись я в том числе вот нарушает ну не нарушает правила не instagram дзен 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 в общем у них там жопа они меняют правила просто на ходу переобувается в воздухе скажем так вот у них там теперь раньше у них была реклама соответственно за просмотр рекламу как на ютубе сейчас у них там другие правила какие-то взаимодействия со зрителем я читала формы кстати на дзене дзен есть вконтакте прямо бритя дзен там с галочкой официально верифицированы и почитайте комментарии под вот этим вот постом где они ограничивают монетизацию просто народ их поносит по такой вот фишка в том что они привлекли блогеров понимаете но еще до всей этой ситуации они привлекали блогеров там даже обещали переносить контент на так сказать их платформы там описание и прочее 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 а в итоге как получилось сейчас вот такая жопа случая причем знаете 4 числа утром в 5 утра youtube разослал письма что все извините реклама не будет а уже днем того же дня а уже днем того же 4 марта дзен меняет правила политики монетизации для блогеров нормально вообще пацаны просто блин а ответ такой что типа чет не нравится приходить потому что у вас нет альтернативы и все и все и все и получается сейчас вот люди придут проведут им аудиторию из этих платформ да вот с google приведут там с инстаграма все приведут а в итоге аудитория останется а блогерам шиш то что я не знаю я подала хочу заявку монетизацию значит посмотрим что будет но как ни крути получается вот мы хаем там youtube там ругаем и тут такой пупсикой но получается так что он реально как бы самая более-менее адекватная площадка для блогеров для заработка денег хочешь зарабатывать деньги выкладывай ролики выкладывай ролики работой с аудиторией все у тебя будет хочешь там как говорится интеграция хочешь там еще другие вот и так далее а здесь ты вроде как зарабатывать рабочий а тут как это рейдерский захват тебя берут на что вот те кто сейчас оторванул все на дзен это практически там восемьдесят восемьдесят процентов блогеров которые кто-то на дзен кто-то там на телеграм а на телеграме что делают вот мне интересно блогер который рванул на телеграм а что вы там будете делать как вы там будете зарабатывать там есть какие-то интеграции так далее но блин фигня полная так что такие дела в общем ничто не вечно под луной но главное не расстраиваться вот здесь как видите как красиво покушаем у меня сразу обед обед со сладким какой красивый у меня обед получился собственно и вот этого не горяченького и салатик и оладушки и творожок он на хороших всех любить их целую всех с 8 марта всем всего хорошего пускай вам сняться только самые лучшие сны если вас ревнивые мужья ли жены не рассказывайте про такие сны вот но как говорится спите сладко вам с ней столько хорошие сны чтобы в вашей жизни были только самые лучшие новости меньше читать новостей потому что везде сейчас только же утворить смотрите наш канал вот смотрите здесь на ютубе но я буду конечно дублировать ролики на цене не очень хочется туда выкладывать не очень хочется туда только рекламу я конечно понимаю что я еще пора латан дзен 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 ну понятно дело что я тоже не знала что вот так то не возьмут и кинуть блогеров но сейчас хочу сказать конечно про мощи некрасиво но кто бы говорил что это россия детка сожалению на кто там на ручью а еще кстати про какую-то платформу слышал называется пульс от mail.ru что-то там комментарии все писали что-то пульс 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 я не знаю что такое надо будет посмотреть вот видите опять же тоже вот жили мы жили как говорится были на ю тубе вот никуда не собирались и тут хоба тут начинается активация то что на одну платформу другую на третью начинаешь думать головы вот таких кризисных ситуаций всегда наш наши таланты наши не за там мозг он работает совершенно по-другому мы находим такие невероятные способы выжить скажем так это просто прям удивительно все всех люблю всех целую видим следующих выпусках ребятки сейчас будем обидать всех еще раз девочек с 8 марта мужчины не забудьте поздравить своих милых дам заранее вас предупреждаю меня надеюсь завтра тоже поздравит иначе уйду к доктору и с нами все люблю всех целую пока пока